«Волны убийцы» звучит скорее как название голливудского фильма «Катастрофа», чем как настоящее явление. Только представь, волна до 30 метров. Это водная стена размером с десятиэтажный дом. Не веришь? Если честно, очень долго даже ученые не могли поверить, что такое существует. В 19 веке один французский капитан Жюль Дюльмон Дюльвиль отправился в плавание и увидел, как мимо его корабля внезапно прошла волна 80 футов. Это целых 25 метров. И он по возвращении из плавания сделал доклад во Французской академии наук перед академиками и об этих самых 80 футах доложил. Его подняли насмех. «А, ну я-то умный, скажешь ты. Я знаю, что это называется цунами, а никакие не волны убийцы». И будешь неправ, цунами — это тоже очень высокие волны, но их создают подводные землетрясения или извержения вулканов. Поэтому сейчас мы можем предсказать, где и когда они появятся. А волны убийцы тем и отличаются от всех остальных, что появляются где угодно и совершенно внезапно. Обычно мы смотрим на волны и видим, вот волна побольше, волна поменьше, вот в каких-то пределах, значит, эти волны, амплитуда этих волн меняются. Но в определенный момент эти волны могут как-то так сложиться, как-то так взаимно друг друга усилить, что получится очень большая волна. Это означает, что если одна двухметровая волна накладывается на другую двухметровую волну, то может образоваться не четырехметровая волна, а гораздо более высокая. То есть если на вполне спокойном море, где волны не превышают метра, вода внезапно поднимается до 10 метров, то это точно волна убийца. И это же справедливо, если волнение в 10 сантиметров, и появляется волна размером в 20 сантиметров. Получается, громкое название «убийца» может применяться и к вполне себе безобидным морским явлениям. Самое главное – внезапность. А иногда так говорят и про глубокую яму в воде. Например, однажды судно «Таганрогский залив» огибало Южную Африку. Погода была вполне себе нормальная, волнение, там 3-4 балла. Поэтому никаких причин сворачивать там обычную активность не было. На палубе, на баке работали матросы. Что-то они там делали. И вдруг судно пошло вниз. Нос пошел вниз, и судно буквально въехало вот в такую яму в воде. Не беспокойся, все выжили. Но двухметровая толща воды прошла по палубе и сильно напугала моряков. Уже на суше признали, что это никак нельзя было предсказать. И в этом главная опасность волн убийц. Мы до сих пор плохо их предсказываем. Анастасия Романова, ОТР.